Девушки отдыхают Самое главное, в нем неправильно, 12 знаков зодиака Ну это же прошлый век, их-то на самом деле 13 Между скорпионом и стрельцом есть знак змееносца Все об этом знают Ну просто раньше, ну раньше пренебрегали таким месяцев 12 Ну и пусть и в гороскопе будет 12 знаков Погрешности небольшие А тут ученые вычислили, что все сместилось И змееносец теперь полноправный знак зодиака, как и договорились Так что в гороскопе вот в этом, вот в этом еще у меня много работы впереди Здесь все неправильно Удивительно, то есть получается, я теперь не козерог А кто же, раз все знаки зодиака сместились? Так, сейчас я посчитаю, подожди секунду Сашка-то стрелец Настоящий стрелец, как тебе такая новость? Стрелой в самое сердце Да не хочу я быть стрельцом, я самый настоящий козерожий козерог Трудолюбивая, иду к своей цели, в общем-то добиваюсь, так скажем Надеюсь Надо смириться Ох, переполошил ты всех своими звездными вычислениями Давай поздороваемся лучше с нашими телезрителями И начнем наш замечательный день, наш замечательный эфир Доброе утро, губернии В этой студии вас приветствует практически звездочет Астролог-самоучка Женя Плодников Не без этого, и Саша Байдачная, которая всю жизнь вообще-то была козерогом Но теперь придется ей стать стрельцом Ну, такая судьба, Саша Ну, знаешь, в гороскопы я не верю, если честно Я верю в себя Но мы сегодня поговорим о звездах, о планетах О самых интересных астрологических открытиях Ну и о том, влияют ли звезды на нашу судьбу Или, в общем-то, нет Вообще-то, вначале астрологию использовали исключительно в сельскохозяйственных целях Для сельскохозяйственного календаря Но с помощью его просто вычисляли какое-то оптимальное время для посадки Для сбора урожая Но что мы? Чем мы хуже картошки, в конце концов, и на нас планеты тоже влияют Ну, а в некоторых южных странах, например, в Индии Астрология считается одной из самых важных наук Например, если астролог предсказал молодой паре, ну, что-то плохое Или, наоборот, ничего хорошего То паре приходится даже расставаться из-за этого Ужас, ужас Вообще-то, желание узнать будущее порой может принести действительно вред тем, кто безоговорочно верит в то, что ему предсказали Я предлагаю так В хорошее обязательно верить, доверять этому, довериться А вот в плохое совершенно нет И даже пропускать мимо ушей Тогда астрология принедет огромную пользу человечеству Я думаю, что сейчас настало время полностью довериться прогнозу наших синоптиков Какая погода ожидает нас сегодня? Будешь в нашем синоптике? Конечно, у меня же здесь все есть Нас ожидает сегодня пасмурная погода Будет дуть умеренный северо-восточный ветер Температура даже опустится до минус 2 градусов Так что, если кто-то не поменял резину, обязательно это сделайте Ну, а мы продолжаем говорить об интересном И интересная новость Десятилетняя Кристина Макаркина из Самары заняла первое место во всероссийском проекте «Поколение М» в номинации «Танцы» И теперь девочку ждет обучение в Московском театре студии «Непоседы» всем известным А знаешь, что это значит, что она родилась под творческой звездой? Ну, наверное Привет от «Поколения М» юным талантам из «Поколения.ру» Прямо сейчас Субтитры сделал DimaTorzok Мы так волнуемся! Друзья, это наш первый поход в магазин по вашему поручению Поэтому отнесемся со всей серьезностью Конечно, конечно, а как же иначе? Давайте сверим список покупок Хлеб, молоко, масло, колбаса Все правильно Да Мы так рады, что вы нам заверяете помогать Мы вас не подведем, встречайте с полными пакетами Идите Идите уже Классно, да? Пошли вы все! Ну, наконец-то С хозяйством полегче теперь будет Будем детей в магазин отправлять Интересно, как скоро они поймут и обленятся А давай А давай научим их почту забирать Мусор выбрасывать А зимой снег около гаража чистить А летом устроим их на работу, чтобы коммуналку оплачивать Не, ну, вот уже перебор Ладно, чего ты начинаешь? Нормально же была идея Саша, вот мне интересно Как бы выглядело наше небо, если бы нам светили совсем другие звезды? Твои фантазии уже воплотили в фильме Рост Космос выпустил специальную короткометражку об этом Давай посмотрим, как выглядит наше небо А что же мы все на звезды, да на звезды смотрим Наша планета тоже стоит внимания Вот как удивительно выглядит Земля Выглядит Земля Некоторые уголки, точнее, нашей планеты С высоты Местами как будто даже вовсе и не наша планета Да Из космоса, конечно, все выглядит иначе Хотела бы я увидеть Что там розовое? Это знаменитое то самое озеро, я так понимаю Значит, я хотела бы увидеть нашу Землю из космоса Но, с другой стороны, страшновато лететь Скорость-то космическая А вдруг что случится? Может и случится, конечно, ну, Саш, ну ты же настоящая звезда Ты же понимаешь? Да, почему я так? Знаешь, да, почему? Знаешь, знаешь? Нет? Ну, ты же такая противоречивая все Настоящая вот, настоящая звезда Не все знают, что звезды, на самом деле, находятся всегда с собой В противоречии гравитация всей массы звезды Засасывает саму ее внутрь А вот термоядерная реакция внутри ядра Наоборот, толкает всю массу наружу Все, Саша, как у тебя? Все правильно ты сейчас изобразила Вот, да и у всех у девушки Что это только про Сашу? И хочется вроде тортик Прямо вот сейчас она его съест, ты думаешь Но ей нельзя, она же хочет сохранить фигуру И ты понимаешь, что нет, кажется, не съест И вот она тянется, но не ест Настоящая звезда Я считаю, чтобы разрешить все эти противоречия Нужно приступить к простым движениям Выполнить зарядку И тогда никакие тортики нам не будут страшны Доброе утро! Начните свое утро с хорошего настроения А в этом нам поможет танцевальная фитнес-программа «Зумба» Поехали! 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Всем удачного дня! Субтитры сделал DimaTorzok 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 кинорежиссер, сценарист, обладатель премии «Оскар» сэр Питер Джексон. Выдающийся советский актер театра и кино, народный артист СССР, участник Великой Отечественной войны Анатолий Попанов. Популярная актриса театра и кино, народная артистка России Раиса Рязанова. День ангела сегодня у Елизаветы, Ивана и Семена. 31 октября молились святому апостолу Луке, считая его наставником всех живописцев. В народе этот день часто называли луковым днем. Старались обязательно съесть хотя бы немного лука, чтобы сохранить здоровье на весь следующий год. Говорили, кто ест лук, тот избавлен от мук. Также было принято устраивать луковые базары, хотя сама по себе торговля этим овощем не считалась прибыльным занятием. Тем не менее, лук наши предки любили. Не случайно он считался одним из самых главных ингредиентов во многих блюдах традиционной русской кухни. Таким был в истории последний день второго календарного месяца осени. Пусть для вас он будет удачным. Присылайте ваши фото и видео в нашу группу ВКонтакте, которая так и называется «Утро губернии», и мы с удовольствием их покажем в нашем утреннем эфире. А сегодня в рубрике «Яркие кадры» фотографии юного астронома из Сызрани Самира Шафики. Ему удалось снять на фотоаппарат Солнце с пятнами и лунные кратеры. И если вы думаете, друзья, что это так легко, пойдите и попробуйте сами это сделать. Самира использовал систему сложения кадров. Сложено 280 кадров. И это позволило выявить более четко и пятна на Солнце, ну и, в общем-то, лунные кратеры. Молодец, хорошее дело. Ну, так делай. Мы с ним, кстати, прекрасно знакомы. Ему огромный привет. Он был в нашей студии. Прекрасный астроном. Кстати, самый любимый объект съемки Сызранского астронома – это Луна. Ему удалось получить четкие снимки нескольких лунных кратеров. Вот как тебе кажется? Похожи? Мне кажется, они похожи на блины. Ты, наверное, плохо позавтракал, Жень. Ну, тоже сравнивают Луну с блинами. Не знаю, мне кажется, что эти кратеры больше походят на узоры какие-то необычные, на морозном оконце. Ой, все-таки вы, девушки, такие романтики. Отправляемся вслед за нашей романтической натурой Мариной Барковой в романтический край в Безенчукский район. Вот там точно найдем узоры. Все, как ты любишь, Саша. Мы в Безенчукском районе, в селе Преполовенко. И местная мастерица, вязальщица Нина Афанасьевна Медведева покажет мне, как вязать крючком. Здравствуйте, Нина Афанасьевна. Здравствуйте, Марина. Я не вязала лет, наверное, 30. Петелька простая. Сейчас будем пробовать. Петельку связала. Пока я с вами, я буду вязать вот эту веревочку. И мы посмотрим, что успеете вы за это время, а что успею я. Что чаще всего заказывают в селе Преполовенко Нине Афанасьевне? Конечно, носки. Сейчас у меня работа идет с носками. Это все и роднее вы. Каждый год новые носочки. Вяжу я им, что пую, кто что принесет. Как мой шедевр? Хорошо. Ровно? Ровненько. Ну, это первый раз, а потом все наводится. Да, Нина Афанасьевна, я хочу перейти на новый уровень своего развития. Кроме вот этого вот. Есть еще какой-нибудь, может быть, надвязать какую-нибудь еще петельку. Рядом со мной не только знатная вязальщица, но и знаменитая на весь Бензинчукский район солистка семейного ансамбля. Коллектив «Вишенка» 30 лет был визитной карточкой села. Фомичевы участвовали в съемках программы «Играй гармонь» и много гастролировали по всей губернии. Самая большая победа. Мы ездили в дубовый мед. Пригласили нас выступать. Конкурс закончился тем, что нам вручили баян. Ух ты! За хорошее пение. Новенький, что ли? Новенький, конечно. Где тот баян, который вам достался в награду? Этот баян находится у брата, у второго. Он играет? Играет. Кто поет? Все поют. Кроме вас? Кроме нас, да. Кроме меня я. Не пивучий стал. Ой, да ты, калинушка, размалинушка. С песней и дело спорится. Особенно, когда поет родная сестра Елена. С инструментом, которым Нина Афанасьевна виртуозно обвязывает добрую половину села, мастерица познакомилась всего несколько лет назад. Тогда она пережила операцию, вследствие которой лишилась своего главного певческого инструмента. Незадолго до этого случилась еще одна беда. Ансамбль возвращался с гастролей из райцентра и попал в аварию, в которой погибли сразу трое членов семьи. Мама – племянник и брат – баянист. Тогда именно рукоделие помогло женщине преодолеть трудную жизненную ситуацию. Сейчас Медведева – главный специалист по носкам, шалям и мочалкам в своем селе, которое носит необычное название. А вот село Приполовенко, почему оно называется так? Екатерина II путешествовала по Волге с братьями Орловыми. И она подарила им, и это земли были ее, она подарила им эти земли. И братья Орловы назвали Приполовенку в честь праздника от Пасхи. Троицы? Да, Троицы, да. Сорок дней. И вот в эту половинку они назвали Приполовенье. Праздник был Приполовенье. И назвали Приполовинкой. Что делать с этим теперь? Учиться, учиться. Получится? Получится, обязательно получится, если будет усидчивость, стремление к этой работе. Так а если я бестолковая? Вы мне объяснили, а я неправильно. Бестолковых людей нет. То есть есть только те, кто не хотят учиться? Да. Надеюсь, что я через год к вам приеду и привезу вам вот такую... Салфетку. Вот такую вот. Вот. Вот хотя бы вот такую вот научиться. Ага. Вот это мечта моя. Марина Баркова, Андрей Авдеев. Утрогубернии. У нас в гостях руководитель детского объединения Астроклуба «Апогей». Соловейчик Олег Ефимович. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, есть ли интерес к астрономии сейчас в нашей области? Есть, но выборочный. А что значит выборочный интерес? Видимо, современный темп жизни мешает ярко проявляться к этому интересу. Поэтому я бы сказал, что выборочный. Но все равно, особенно в детском возрасте, хороший интерес, глубокий интерес к астрономии. С годами он тухнет. В вашем клубе занимаются только детишки или все-таки взрослым тоже? В моем клубе занимаются дети, начиная с 4,5 лет, ну и кончая, где-то вот восьмой класс девочка ко мне ходит. Ну, в силу того, что я еще работаю профессиональным учителем физики, поэтому я могу работать с детьми и более старшего возраста. А как проходят занятия в клубе? Основная, потому что у меня аудитория детская, поэтому я в основном ставлю с ними проблемные вопросы, обсуждая диалог. Вот, слушаю, какие ответы, поддерживаю их. То есть такая очень дружелюбная, развивающаяся методика моей обстоятельности работы. А в чем же польза изучения астрологии? Астрономии. Астрономии. Не путай. А расскажите заодно и отличия, чтобы просто те, кто нас смотрит, они понимали четкую грань. Четкая грань в том, что у нас в жизни обязательно есть какие-то периоды, которые повторяются. И вот эти периоды жизни человека, естественно, повторяются с периодичностью движения планет и других объектов на нашем звездном небе. И вот люди никогда, вернее, всегда хотели узнать свое будущее. Как они? Что их ожидает в будущем? Естественно, их взор невольно обращался к этим подвижным светилам, в первую очередь, к планетам. И была подмечена вот эта закономерность. Но современная наука астрономия разграничивает эту закономерность, которую мы хотим, чтобы наша жизнь как-то подчинялась движению и ритмам звездам. И чисто астрономия. Потому что астрономические законы движения планет – это строго научные законы. А законы астрологии – это, на мой взгляд, это, скорее всего, просто какие-то закономерности. Пожалуйста, слушаю вас дальше. А мне вот интересно, какие необычные явления можно посмотреть на нашем звездном небе? И когда, когда самарцы могут наблюдать самые яркие звезды? Или то, что они точно не могут пропустить? Вопрос очень широкий. Два слова его, конечно, не ответишь. Но, во-первых, начну с того, что засветка городского нашего неба, мегаполюса, достаточно настолько большая, что можно увидеть только самые крупные звезды. И то, если приглядеться. Это первое. Второе. Необычные явления – это, например, полное солнечное затмение. Или редкие появления комет, лунные затмения. Это можно наблюдать и в черте города. Но они достаточно редкие. Последнее, например, затмение, частное затмение было в марте прошлого года. Я с своими детишками проводил это наблюдение. Ближайшие лунные затмения должны быть в 2018 году, причем редкие. Одно из этих будет в январе. Очень красивое лунное затмение. Поэтому, пожалуйста, не пропустите. В 2018 году будет великое противостояние Марса. Тоже редкое, достаточно астрономическое. Как громко звучит. Да, это звучит громко. Почему? Потому что раз в 17 лет повторяется это событие. И в первую очередь, любители астрономии к этому сейчас готовятся. Но я и своих детишек буду готовить еще. Любой желающий может присоединиться? Да, любой может и желающий попасть. И можно позвонить по соответственному телефону или выйти на меня. У нас там есть расписание. Можно прийти туда и по... А где занимаетесь? Расскажите. Это улица Красная Коммунаров 5. Центр внешкольного образования Советского района. Там у нас есть планетарий. Правда, планетарий древненький. Планетарий. Да, древненький планетарий. Когда проходят лекции, я с гордостью говорю, что вот этот аппарат планетарий, который стоит в центре у нас, он единственный после... То есть у нас два таких аппарата. Этот еще в Кировограде. Это динозавры. Больше таких уже не выпускают. Вот так вот. Спасибо вам большое, что заглянули к нам, что рассказали. Ребята, ну нельзя выпускать такую возможность красных Коммунаров 5. По крайней мере, если вы живете где-нибудь неподалеку, загляните в клуб и посмотрите, сколько всего интересного нас окружает. Просто посмотрите на себя. Спасибо вам. Отличного дня и хорошего настроения. Спасибо и вам тоже. Удачи. Ну что ж, а мы прервемся. Новости прямо по курсу. Доброе утро. Это новости на канале «Губерния» в студии Александр Кобыльсков. Мошенница, обманувшая банки на сотни миллионов рублей, может выйти по УДО. Ходатайство со стороны защиты поступило в Куйбышевский районный суд Самары. История началась в 2007 году. Тогда Татьяна Жевжаренко руководила десятками компаний, часть которых фактически копировали друг друга и отличались только по ИНН. Несуществующее имущество фиктивных организаций перезакладывалось в банках. В итоге афера вскрылась. Следствие и судебное разбирательство длились пять лет. Жевжаренко приговорили к восьми годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Общая сумма ущерба составила более 996 миллионов рублей. На данный момент большая часть срока уже прошла. Несколько лет Жевжаренко привела в СИЗО. Адвокаты настаивают на условно-досрочном освобождении. Правда, до сих пор ее основные активы находятся под арестом, что осложняет выплату долгов потерпевшим. Выйдет ли организатор одной из крупнейших банковских афер в истории региона по УДО или нет, Куйбышевский районный суд решит 17 ноября. Администрация исправительной колонии номер 15, где Жевжаренко отбывает наказание, она неоднозначная. Жевжаренко характеризуется удовлетворительно при наличии поощрений зафиксированы многочисленные факты совершения ее различных нарушений. Почему до сегодняшнего дня аресты не сняты, имущество не реализовано, почему потерпевшие не получили возмещение того вреда, которым было причиной преступления, мне непонятно. Мы запросили эти документы, суд удовлетворил, потому что действительно без этого вопроса, то есть дважды человека наказывать за одно и то же, я считаю, что это незаконно. Выезд на московское шоссе с проспекта Кирова закроют сегодня в обед на две недели. Участок будет перекрыт для движения от поворота с парковки торгового центра до самого кольца и дальше до улицы Бубнова. Чтобы выехать из Самары, двигаясь по дуровому проезду, параллельно основному ходу московского шоссе, автомобилистам нужно будет повернуть направо, чтобы выехать на улицу Старозагора, Димитрово и затем снова повернуть на дублер. Схема движения по направлению в город останется прежней. После завершения строительных работ этот участок вновь будет открыт. И уже сегодня в Тольятти стартует один из этапов престижного телевизионного конкурса «ТЭФИ-регион». Телерадиокомпания «Губерния» стала информационным партнером события. Поэтому мы покажем все самое интересное. Мастер-класс, интервью и, конечно, церемонию награждения, которую 2 ноября в прямом эфире увидят все зрители нашего телеканала. Стать участником конкурса «ТЭФИ-регион» для каждого тележурналиста – дело чести. Ежегодно телеканал «Губерния» представляет на конкурсе несколько своих работ. В этот раз шесть наших коллег претендуют на получение престижной награды. Среди них программа «Утро губернии». Каждый будний день ровно в 7 утра вся область просыпается вместе с улыбками наших ведущих. Мы зовем в студию интересных гостей, обсуждаем музыку, кино, вместе учимся новым условам, делаем все, чтобы утро стало по-настоящему добрым. На телевизионном небосклоне Самарской области наша программа – единственная утренняя вот такая большая передача. В течение двух часов наши ведущие стараются развлекать и подавать какую-то познавательную информацию. У нас много фактов, у нас много выбок, шуток. «ТЭФИ-регион» – безусловно, это очень классный шанс увидеть себя в контексте регионального телевидения страны. Как правило, зритель видит самое интересное, готовый телепродукт, но за ним стоят подчас годы труда большой команды. 15-й юбилейный всероссийский конкурс «ТЭФИ-регион» определит, кто в этом году сделал самый интересный для зрителя профессиональный и уникальный продукт. Один из этапов финала – просветительское и развлекательное телевещание пройдет в Тольятти. Дмитры отечественного телевидения будут оценивать работу журналистов, параллельно вести мастер-классы, семинары и тренинги. Конкурс пройдет на площадке Тольяттинского государственного университета при поддержке правительства Самарской области. А телерадиокомпания «Губерния» стала информационным партнером. На нас лежит большая ответственность по организации прямой трансляции награждения финалистов направления просветительское и развлекательное вещание. Наши коллеги не только примут участие в финальном этапе, но и расскажут и покажут все самое интересное в эфире в нашем специальном проекте «Дневник ТЭФИ». Нина Ванина, Новости губернии. Это вся информация к этому часу. Всего вам доброго. Увидимся. Доброе утро, губерния. В студии снова ведущая Саша Байдачная. И Женя Плотников. И мы сегодня говорим о звездах и планетах. Но сначала начнем с наших местных звезд. В Тольятти снимут фильм «Зима» по одноименной пьесе Евгения Гришковца. Сценарий одобрен автором произведения, написал Дмитрий Марпин, режиссер местного научного театра фантастики. Известный по своим постановкам в театре «Дилижанс». В музее «Самара космическая» появился Челябинский метеорит. Напоминаем, что упал метеорит в 2013 году. Свидетелями стали множество жителей России. А благодаря видеорегистраторам заснять падение удалось совершенно со всех сторон. Теперь часть этой знаменитости лежит и в Самарском музее. Ну а у нас есть целый список знаменитых звезд, самых ярких на небе. Наверняка многие слышали о Бетельгейзе. Его еще называют Альфа Ориона. Такое вот созвездие. Еще одна яркая звезда – Ахернар. Она тяжелее нашего Солнца в 8 раз и превосходит его по яркости в 1000 раз. Ничего себе! Одна из красивейших звезд нашего небосклона – Капелла. Это двойная звезда, которая в древности была самостоятельным созвездием и символизировала козу с козлятами. Она из самых… одна из самых изученных и ярких звезд – это Вега, потому что находится сравнительно недалеко от нас. Еще один сосед, не такой далекий от Земли – Арктур. Своим названием эта звезда обязана созвездию Большой Медведицы. Это как бы страж Медведицы. Ну и всем известная очень яркая звезда – Сириус. Конечно же, все мы слышали об этой звезде. Его можно наблюдать из любой точки земной поверхности и почти в любую погоду. Но вообще-то есть шанс увидеть звезды только вы, если вы выйдете из города, как и говорил только что наш гость. Потому что чем ближе к городу, тем больше световое загрязнение, как бы это ни звучало. Потому что ехать, наблюдать за звездами надо на природу, как и делают астрономы из клуба «Астра Самара». Они совершают регулярные вылазки с телескопами и с вечера до утра наблюдают за звездами вот такие звездные туристы. Кстати, присоединиться к ним может абсолютно любой желающий. Да, я тоже считаю, что стать астрономом несложно. Главное – интерес, желание и время. Василий Михайлович Горбенко, например, пять лет назад просто взял и построил собственную обсерваторию в селе Калинка. А еще он ведет занятия в клубе астрономов-любителей призгау. И летом ученики приезжают к нему в обсерваторию звезды изучать. А скоро, возможно, уроки астрономии появятся в школах. Это прекрасная новость. Ну, потому что как можно не знать, что галактика Андромеда вообще-то движется навстречу Млечному Пути. И что основные звезды – это Альдебаран и Сириус. Это должен знать каждый культурный человек. Я вот сегодня узнал. Да, удивил, удивил. Но вообще сегодня мы еще многое узнаем. Например, как делать красивые украшения из кожи. За творческим процессом наблюдала Татьяна Пецина. Цветы всегда вызывают неподдельное восхищение. А вот Ольгу ими уже не удивить. Главным украшением дома Феоктистовых давно стали розы, подсолнухи и ирисы. То, что они не настоящие, а вылеплены из кожи, понятно не сразу. Видела в интернете очень красивые украшения. Заинтересовалась этим. И решила попробовать сделать для себя это украшение. Но когда попробовала сделать, то есть меня это очень увлекло, заинтересовало. И стала потихонечку вникать в это мастерство. Натуральная кожа – это очень пластичный и податливый материал. Кожа должна быть довольно-таки тонкая, одежная, перчаточная, до одного миллиметра. К вопросу формы листочков Ольга подходит более чем кропотливо. Раньше лекалами служили живые цветы. Теперь – собственная фантазия. Большие и маленькие – всех оттенков радуги. Кожа превращается в живые цветы с капельками прозрачной росы на лепестках. Я делаю и классические цветы, которые очень похожи на настоящие, так и фантазийные, которые к настоящим цветам не имеют вообще никакого отношения. Мне уже интересно делать что-то новое. Я стараюсь модели немножко варьировать. Главный инструмент в работе – конечно, руки. Верные подмастерия, вода и клей ПВА. Под воздействием такой смеси кожа легко принимает любую форму – выпуклость или изгиб. Остается соединить заготовки и вдохнуть в них жизнь. Сердце бутона – тычинка. Украшена черским бисером и полудрагоценными камнями. Цветы из кожи подходят не только для декорирования брошей. Один из последних экспериментов Ольги – колье, которое придаст любому образу женственности и романтичности. Решила сделать такая травка о соке и какие-то цветочки полевые или какие-то, которые, опять же, это, конечно, фантазия на соке, цветочки не растут, но вот комбинация травы и таких, может быть, даже полузасохших цветочков, вот, не знаю, мне показалось выигрышной. Изготовление одного одуванчика или нарцисса занимает несколько часов, но это Ольгу не останавливает. Планы у Феоктистовой, что называется, наполеоновские. Впереди – освоение сложных цветочных композиций. Желание творить есть, а значит, и время найдется. Татьяна Пецина, Виктор Соколов, программа «Утро. Губернии». А в нашей студии астролог Татьяна Кузнецова. Доброе утро. Доброе утро. Ой, столько вопросов, столько вопросов. Уже вы с Сашей перекинулись какими-то фразами по поводу звездной карты, но начнем издалека давайте. Как составляется астрологический прогноз, гороскоп? Ну, наверное, можно разделить это на два этапа. Это построение гороскопа и интерпретация гороскопа. Построение гороскопа – это нужно знать время рождения, место рождения и дату. Слава Богу, у нас есть компьютеры, и все это делает компьютер. То есть он строит карту. Это как бы вот уникальная фотография, которая не меняется в течение жизни. Фотография звездного неба, да? Правильно? Ну, можно так сказать. Затем уже астролог уже много, очень много может сказать по карте. Определить, например, темперамент человека. Определить интроверт – это экстраверт. Определить, будет ли человек стремиться к карьере. Или же он будет ведомый. Какая будет у человека эмоциональная реакция. Но это предрасположенность. То есть это не значит, что это фатально. Это не значит, что это так вот оно и будет. То есть это возможности, которые, ну, наверное, заложены свыше. И астролог, астролог, он только интерпретирует. Он переводит, скажем так, язык символов в наши какие-то конкретные события. Вот так вот, наверное. О каких символах ведет речь? Астрологических символов. А какие самые важные вопросы нужно задать астрологу? Чтобы, так скажем, на какого-нибудь шарлатана наткнуться. Понятно. Как вы чувствуете? Ну, во-первых, для астролога очень важен вопрос. То есть самое главное – задать вопрос. Человек задал вопрос. Вопросы могут быть из разных сфер жизни. Почему? Потому что гороскоп отражает разные сферы жизни. И я еще раз хочу повториться. Это не фатальность. Это предрасположенность. Задан вопрос. И человек уже, астролог уже определяет для себя. Сможет он ответить на этот вопрос. Второй вариант – он перенаправит к какому-то другому специалисту, к психологу, к врачу. Или третий скажет, что я не могу на ответить. Это вообще не мои компетенции. То есть прежде чем идти к астрологу, нужно вообще понять, чего ты ждешь от него? Да, конечно. Понятно. Мы пока прервем нашу беседу. У нас опросы про Соня, и потом продолжим. Не открыл бы и не назвал. Я бы назвала ее Дмитрий. Это имя моего сына. Я думаю, что так бы я его... Ну, для него бы приятное сделала. Назвала ее бы звезу Вриенталий. Сочетание одной буквы мужа, одной буквы моей сыниной. Назвала-то ее, наверное, Мария. Ну, я думаю, понятно, почему. Я бы назвал свою часть Тигран. Гелиус, не знаю. Первое, что пришло. Звезда Давида назвал бы Нарави. Я бы назвала звезду Афрадитом, потому что это богиня любви. Она сотворяет счастье, любовь, гармонию. Я бы ее назвал Флэш. Олицетворение скорости передвижения, световой яркости. И вообще, это мой любимый супругер. Я бы назвала ее именем своей мамы. Это человек, которому я обязана за все. И, скажу, что поэтому для меня будет звезда на силу не такой имени. Я бы назвала ее своим именем Оксан. Я бы назвала звезду Марина. Она бы символизировала планету, полную чистой голубой воды. Ну, может, мамой назовем или папой. Смотря на кого она больше похожа. Эверест. Просто это мое любимое такое слово. Я бы назвала ее мечта, потому что все-таки это воплощение мечты. Наверное, открыть звезду и назвать ее. Наверное, счастье, потому что счастье всегда должно быть чем-то таким далеким, высоким и достижимым. И все должны стремиться к этому. Татьяна, давно ли вы занимаетесь гороскопом, составлением гороскопов, астрологии? Ну, знакомство у меня произошло это в 92-м году. Здесь была, в Самаре у нас были курсы по блок-лобе. Это было знакомство. Потом на этих курсах был преподаватель психологии Санкт-Петербурга. И я просто увлеклась психологией. Я поняла, что думала, что ну все, на все вопросы мне психология ответит. Затем я закончила Самарскую коммунитарную академию психологии. То есть я психолог, преподаватель психологии по образованию. И потом уже позже опять вернулась к астрологии. И закончила Санкт-Петербургскую астрологическую академию. Ух ты! То есть есть высшее учебное заведение? Обязательно. Их не так много. А почему вы ушли от психологии к астрологии? На какие вопросы не смогла ответить психология, но такие, что астрология смогла? Ну, наверное, здесь не совсем правильно. То есть у них немножко задачи разные. Астрология одно делает, психология другое. Астрология, она очень хорошо как психодиагностик. То есть это за... Если к психологу приходит и нужно время очень много для того, чтобы сделать психодиагностику, то астролог только по дате не видит даже человека. Он видит дату рождения, время рождения и уже может что-то сказать. Но здесь не учитывается воспитание, то есть в какой семье человек воспитан, да? И еще там плюс свободная воля человека. То есть это предрасположенность, да? А случалось ли так, что... Ну, есть ли какие-то постоянные, так скажем, клиенты, люди, которые к вам обращаются, и действительно сбываются какие-то предсказания, или астролог не предсказывает о этом мифу? Вы понимаете, вот то, что... Это расследует в вашем рекомендации. То, что знают об астрологии не астрологи, это в основном мифы. Например, то, что астролог – это пророк, то, что это мистика, то, что это стопроцентный прогноз какой-то, да, это все миф. Так. Астролог – это всего лишь человек, который переводит, я говорю, язык символов, язык каких-то конкретных событий. Он видит карту и интерпретирует ее. Что он видит? Он, ну, какие-то задатки, таланты, да, и помогает человеку просто раскрыть таланты свои, да, то есть вот максимально раскрыть свои таланты, свои возможности увидеть. То есть, а вот можно на примере вот одной моей знакомой сказали, сказал астролог, опять же, что вот в такой-то период у нее будет расставание, например, а вот в такой-то период она должна искать любовь. В чем здесь появился ее талант? Нет. Или это просто здесь, или может быть, астролог шарлатан, и нельзя такие вещи говорить? Это уже другое, да, то есть есть натальная карта, когда вот таланты раскрываются, то есть есть виды разные в гороскопе, да, раскрывается какой-то таланты, то есть рассказывается о человеке, а есть прогноз. И прогноз, он заключается не то, что вот обязательно так будет, нет, ни в коем случае, это опять миф, заблуждение. В основном астролога дает какие-то периоды, да, как у нас бывает черно-белая полоса, вот он показывает, что вот в это время благоприятно заниматься, да, какой-то деятельностью, благоприятно делать карьеру, благоприятное время для каких-то знакомств. А из чего исходят, когда прогнозируются периоды? Ну вот я уже говорила, что строится натальная карта, и строится карта на момент времени, да, вопроса. То есть как сошлись планеты, да, звезды в этот момент? Да, потом это накладывается, то есть и анализируется астрологом. Но это достаточно сложное, я говорю, это наука достаточно сложная. А как часто нужно гороскоп составлять? Ну, знаете как, наверное, человек родился, и вот маме очень неплохо бы прийти к астрологу, да, и раскрыть его, как бы, талант показать, чтобы в какую секцию отправить ребенка, в спорт или в музыку, да, то есть какие-то таланты. Хорошая идея. Человек повзрослел, профориентация, прекрасно работает, да, бизнес, открывается бизнес, благоприятное время для открытия бизнеса. И вообще, как бы, ну, достаточно одного раза в год. То есть не так много событий, да, чтобы какие-то вот моменты эти отследить. Продумать, да. Спасибо вам, Татьяна Громовна, очень много полезного мы узнали из нашей беседы. Спасибо большое, хорошего дня вам. Ну, а мы от звезд далеко не уходим. Елена Шишкина побывала на выставке «Балет, балет, балет» и познакомилась со всеми звездами балетного небосвода. Со времен Дега жизнь балерин окутана романтическим флером. Мы завидуем их грацией, субтильности, восхищаемся красотой движений и текучей пластикой. Антон Синько – один из самых ярых балетоманов «Самара» и по работе, и по зову сердца. Изначально работа, но, конечно, по любви, потому что вот сколько я спектаклей посмотрел за последние два года, больше 25, наверное, только балетных спектаклей, это только по любви можно посмотреть столько. Антон не раскрывает всех секретов, но уверен, что правильная точка съемки – едва ли не половина успеха конечного фотопродукта. Он лучше многих знает, с какого ракурса движения танцовщиц выглядят особенно эффектно. Где в нашем зале самая выгодная точка для того, чтобы смотреть балет? Портер, все-таки портер, потому что вы находитесь на уровне с выступающими артистами и можете увидеть всю их красоту. Поэтому, с другой стороны, например, если вы хотите увидеть всю балетную труппу разом, то, как ни странно, сверху тоже прекрасно все видно. Для своей персональной выставки «Балет, балет, балет» в стенах театра оперы и балета Антон отобрал два десятка работ из тысяч сделанных кадров, стремясь из каждой серии похожих снимков отобрать идеальные не только с точки зрения самого фотографа, но и тех, кого он снимает. Причем фотограф принципиально не использует фотошоп, ограничиваясь возможностями классических оптических фильтров. И в то же время он надеется, что смог представить свой взгляд на популярную тему. Это сложно. Тут, я не спорю, балетных фотографов много, и в мире очень много людей любят балеты, снимают это. Хочется найти свой уникальный стиль и фотографировать то, чего не умеют другие. Но вот как раз, как мне кажется, именно за кулисами может дать то, чего не может дать зрительный зал. Потому что там очень большое количество таких таинств, моментов того, что не видит никто другой. Антон Синько уже работает над новым проектом «Танцы на улицах», где балерины позируют в необычных декорациях, в знаковых местах города. Танцовщица в привычном для них сценическом антураже можно увидеть в фойе театра оперы и балета. Елена Шишкина, Сергей Костин, «Утро губернии». Ну, наконец-то, гвоздь нашей программы – его величество гороскоп. Овны, сегодня вам может улыбнуться удача, но чтобы ее приманить, придется приложить усилия и весь день находиться в тонусе. Тельцы в течение этого дня хорошо бы заняться всем, что связано с вашим домом, обеспечением комфорта и удобства. Близнецов сегодня будут преследовать самые противоречивые чувства по поводу личного имущества. То вам захочется все раздарить и провести остаток дней в монастыре, то построить хитроумные планы, чтобы стать властелином мира. Раки, сегодня вы можете почувствовать себя песчинкой в руках судьбы, и вы заметите, что не всегда цели выбираете именно вы. Иногда они сами вас находят. В этот день львы, решившиеся на реализацию новаторских идей, могут столкнуться с неудачей. А могут и не столкнуться, если сохранят присутствие духа и проявят упорство. Девы – этот день спокойствия и душевного равновесия. Вы, как никто другой, заслужили порцию релакса. Получайте ее и радуйтесь. Весы. Для реализации своего потенциала вам придется потрудиться на совесть. А трудиться вы умеете, впрочем, как и отдыхать. Вечер можете распланировать по собственному вкусу. Скорпионы. Умение сдерживать порывы и не выпячиваться сегодня сослужит вам добрую службу. Награды за скромность и усердие не заставят себя ждать. Стрельцы могут добиться сегодня многого, если будут ставить перед собой краткосрочные цели и не замахиваться на вселенские проекты. Козероги. Расположение звезд сегодня таково, что попасть в неловкое положение вы рискуете не раз. Талант самой иронии выручит вас из самых нелепых ситуаций. Водолей. Быть уравновешенным, тактичным и миролюбивым у вас вряд ли сегодня получится. А значит, надо настраиваться на непростой день. А кому легко? Рыбы. Утро идеально для заключительного рывка в важном для вас деле. Начинать новые дела, особенно если они рассчитаны на долгосрочную перспективу, рекомендуется ближе к вечеру. Так, утренняя звезда скрылась с неба, пора начинать новый день. И вот вам мой прогноз на сегодня, друзья. Все будет хорошо, хорошо, все будет, будет хорошо, все. Ну а с вами сегодня наблюдали за звездами и движением планет ведущие Женя Плотников. И Саша Байдачна. Хорошего дня. До встречи на канале Губерния. Ну что, Саша, ты определилась? Кто ты там? Водолей, ты стрелец, козерог? Ну, надо определяться. Змееносец ты мой. А у нас осень. Спортивная. В фитнес-клубе «Спортзавод» отличное предложение. Три месяца фитнеса от 3900 рублей. Узнай подробности акции прямо сейчас. 2703-777. Фитнес-клуб «Спортзавод». Новосадовая, 106. Новосадовая, 106.